Да, ещё один ролик про дроны-убийцы, что-то я совсем зачастил с этим в последнее время. Просто я и правда обожаю всё, что делает Лиам Виккерс. Да и вы, ребята, меня отлично поддерживаете с этими роликами. Поэтому я решил ещё больше времени уделить данной анимации. И давайте договоримся, поставьте 10 тысяч лайков, и тогда я обязательно ещё что-нибудь сделаю по дронам-убийцам. Там и третья серия, не за горами, как говорится, разборчик я точно сделаю. Хочу отдельно передать привет всем моим дорогим бубустерам. Это первый ролик, который вышел раньше для вас на бусти, чем на ютубе. И вам привет, мои дорогие зрители с ютуба. Да, у нас есть бусти, где теперь крупные ролики выходят раньше на 3 дня. Залетайте к нам в уютный уголок, всё это публикуется раньше. Даже для импов с минимальной поддержкой. Ссылочку оставил в описании. Чем бы я хотел дополнить разбор второй серии? Наверное, тем, что мне не понравилось мультсериале. Не знаю, почему я об этом не рассказал вам в прошлом видео. Но вот, как говорится, наверстаю упущенное. Как бы я не любил Лиама Виккерса, у него есть большие проблемы и косяки с повествованием. Всё дёрганное и иногда непонятное. Один кадр происходит в настоящем времени, и потом показывают прошлое в той же цветовой гамме, что и раньше. Всё так резко сменяется, что путает человека при просмотре. Нужно было как-то выделить кадры из прошлого, хотя бы цветокором, чтобы люди не терялись. Во-вторых, диалоги. Они иногда полностью непонятны и запутаны. Что приходится по несколько раз слушаться, чтобы понять, о чём вообще сейчас идёт речь. Среди всё настолько тёмное, что можно просто глаза выколоть. Я понимаю, что это делается ради упрощения задников и удешевления анимации. Но вот вы здесь видите мёртвую Джейн. И вот я тоже её не вижу. А если вы здесь всё становится лучше? Да, хоррор момент. Ну блин, вообще ничего не видно. Из-за этого упускаешь много чего на фоне. Что пропускать не хотелось бы. Нужно же понимать, что происходит. Ну и под конец сюжет. Всё настолько запутанно и непонятно, что весь мой прошлый видос состоял исключительно из теорий. Потому что логических объяснений этому просто нет. Например, все после прошлого разбора мне написали, что Ви сама разрезала цепь. И решила пока не рассказывать об этом Энн. А я предположил, что это он её отпустил. Вот даже здесь Лиэм умудрился напортачить. И заставил нас предполагать и строить различные теории. Даже про эту казалось бы маленькую деталь. Но чёрт побери, эта деталь меняет многое. Либо Ви пожалела Энн и не стала пока про это рассказывать. Что делает её не такой уж-то и бесчувственной скотиной. Или Энн решил её отпустить, потому что сам находится в смятении. После того, как его опрокинула Узи. Не разобравшись после стычки с Абсолют Солвером. Кто тут настоящая, а кто голограмма. Ещё я раньше упоминал вот эти три капсулы с дронами. Которые летят Купер-9. Я говорил, что в них могут быть ещё три дрона-убийцы. Которые послали люди, потому что увидели, что их дроны не справляются со своей задачей. Но почему три капсулы и три дрона? Когда в самом начале пилота нам показали, что из одной капсулы выбрались сразу и Ви, и Джи, и Энн. То есть в одной капсуле могут сразу лететь сразу три дрона, или даже больше, чёрт его знает на самом деле. Так тогда сколько же дронов-убийц отправили люди? Вот это загадка на миллион. Ну и третье, о чём все писали, это Абсолют Солвер. Что, возможно, эти мини-чёрные дыры-ядра дронов есть не у всех дронов, только у некоторых. Например, только у дронов-убийц. А у рабочих нет. Тогда почему начинает глючить Узи? Она тогда в таком случае не такой простой рабочий дрон, как и русский Адол тоже. Раз она умеет управлять этой программой. Конечно, логично. Они же главные герои всё-таки, что они не простые дроны-рабочие, сделанные чисто для фанца. Опять же, Дол может быть не просто научилась управлять Абсолют Солвером. Она изначально знала, как работает данная программа. Её родители убили, как и мать Узи тоже. Может быть, Хандорман и не отец Узи вовсе, а её приёмный отец. Возможно, ему пришлось взять её на попечительство, потому что настоящие родители Узи уже давно мертвы. И тогда её ещё сильнее связывают с Дол. Может быть, они вообще сёстры. Их родители когда-то пошли против Абсолют Солвер. За это их и убили. Но они успели своим детям что-то поменять в программе, чтобы они продолжали свою борьбу против программ. Потёрли им память и, как говорится, вперёд боритесь. Сами там потом разберётесь, как всё это работает. Опять же, это всё теории, но без них вообще невозможно смотреть данное шоу. В нём пока что нет логичного сюжета. Если быть честным, вот в школе есть выражение. Смотрю в книгу, увижу фигу. Вот и в моём случае происходило то же самое. Я отсмотрел много раз каждую сцену этого шоу, чтобы банально понять, что вообще сейчас происходит. И в чём смысл некоторых шуток. Резюмирую. Я думаю, вы уже поняли, к чему вела моя мысль. У Лиама Викерса много крутых и интересных задумок. А вот реализация, к сожалению, хромает на две ноги. Да, нужно ждать продолжения. И мы посмотрели всего лишь две серии. Я это прекрасно понимаю. Просто, к сожалению, первый блин оказался комом. Что ж, мы сами додумываем сюжет в своей голове. Чтобы хоть какая-то логика появилась в повествовании после просмотра двух серий. Но давайте перейдём к теме ролика. Я думаю, тут вечно можно строить теории и искать какие-то параллели. Так вот, уничтожающий куб. Я пересмотрел его суперподробно. И знаете, общего с дронами-убийцами на самом деле супер много. И давайте для анализа возьмём вторую часть куба. Вначале нам показывают туннель Эйзенхауэра. Где базируется, казалось бы, совсем непримечательная компания по переработке биологических отходов Рифенок. Но погружаясь всё дальше и дальше, мы понимаем, что совсем не переработкой отходов там занимались. А настоящим биологическим оружием. Которое разрабатывалось для правительства США в военных целях. Мы видим, что это оружие разрабатывалось в большом количестве. И Айк-01-20Н, и Айк-20-40Н, а также Айкон, которая была в первой части аниматика. Привет, Джесси Дженсен инспейс. Опять крупная компания. Правда, там она занималась освоением экзопланет. Но дронов-то тоже делает. В этот момент Ханс Боннин приводит на работу свою дочь Кири. Отец отводит её в комнату отдыха. И в этот момент происходит страшное. Биологическое оружие вырывается на свободу. Это жуткая тварь. И есть вот эти чёрные кубики, которые сливаются воедино. Кири берёт его в руки, и тут же кожа с её рук слезает, обнажая кости. Мы видим, как в её глазах появляются яркие квадраты, а её лицо расплывается в зловещей улыбке. Теперь она заражена. Узи как бы просто привет передаёт. Тут же она просыпается ото сна, но это был не совсем сон. Это было её воспоминание. Помните, как в дронах-убийцах? Энн видел только остаточные образы людей во сне. Это тёмные силуэты, от которых остался только голос в его голове. Так вот, тут то же самое. Кири видит стёртые воспоминания. Точнее, всё, что связано с людьми, причастными к этому инциденту. Напрочь стёртые из её памяти. Всё те же тёмные, глючащие образы, которые видел Энн. Что в том, что в этом случае, я думаю, сделано это всё специально. Так сказать, в целях безопасности. Дабы сохранить личности и высокопоставленных членов корпорации. А также оставить в секрете их лица, чтобы избежать любого мятежа искусственного интеллекта. Далее хотелось бы затронуть этого паразита. Да, именно паразита. Я думаю, что эти кубы ничто иное, как нано-паразиты, которые сливаются со своей жертвой. Кубы слись воедино и заразили Кири. По итогу дальше мы увидим, что её улыбка может в одночасье измениться в маниакальную. А в третьей части, когда она говорит по уничтожению Айкон Максу, Кири вообще больше не узнать. Она превратилась в чудовище, готовое убить в одночасье того, кто начал распространение этой заразы. Её главная цель – исходный куб Айкон и полный геноцид всех кубов. Да и до этого мелькают воспоминания Кири. Мы можем увидеть, что она убивает куб Айк-52Н, полностью заполненного этими нано-кубами-паразитами. Да и в следующей сцене мы видим, что даже кот Кири заражён. Он теперь больше похож на ходячий труп, чем на нормального кота. Как и Макс, который в третьей части проверяет свою кровь на эту заразу, явно боясь заразиться от Айкона. А теперь вспомним пилот дронов. Ладно, первый эпизод, где было показано, что Энн ранил Узи в руку. Она выстрелила в него из своего рельсотрона, снесла к чертям голову, он её восстановил за долю секунды, будто ничего и не произошло, а потом он ей при помощи слюны восстановил отверстие в руке. Она, блин, как новенькая. Возможно, вся эта нано-движуха с кубами перекочевала и сюда. Как мы помним, сердце дрона это абсолют солвер. Вот такая мини-чёрная дыра. Я думаю, она легко может воспроизвести любую оболочку. В третьей части куба было показано, что Айкон может собрать своё тело, при помощи огромного количества людей, которых она поглотила до этого. Так же, как и в первой части, Айкон переработала целый вертолёт с людьми в велосипед. В будущем Макс пошутит, что велосипед потеет на пятой передаче. То есть часть людей до сих пор остаются в этом велосипеде. Они слились с ним воедино. Далее Айкон скажет, что синтезировать механизмы легко, а вот органика это суперсложно. Она даже обычное яйцо сделать не может. Оно сразу же превращается в чудовище. Айкон просто не может воспроизвести что-то живое из ранее поглощённого материала. Всё, о чём я говорил выше, ещё больше связывает нас с дронами. Если вспомнить УЗИ, вся её система заражается, когда она хочет устроить геноцид людей. И на примере Дол мы поняли, что силы своего ядра или сердца дроны могут контролировать. Ну а также использовать их в своих целях, перестроив код. А в уничтожающем кубе Кири заразил вирус однажды. Но она каким-то образом научилась контролировать паразита у себя внутри. И после того, как она устроила геноцид остальных кубов, её главная цель сменилась на Айкон. Материнский куб и источник всего зла. И это ещё не последняя схожесть с дронами. Помните, как в первый раз перед нами предстал Абсолют Солвер? Он вылез из груди Джей и бился внутри неё как настоящее сердце. Именно поэтому я называю Абсолют Солвер ядром дронов. Но если вспомнить вторую часть куба, когда Айкон спала, мы можем увидеть, что сердце её это куб, который бьётся точно так же, как Абсолют Солвер. Вокруг крутятся кости от поглощённых ею жертв, и хаотично летают маленькие чёрные кубики. Точно так же, как и у Айк 52Н. Что там, что там, у всех есть сердца. Правда, вот технологии немножко разные. Вот мы и всё доказали. Лиам Викерс взял свои наработки по кубу, дополнил и сделал из них сюжет дронов-убийц. Всё взаимосвязано. Правда, я не думаю, что куб продолжает сюжет дронов. Уж слишком они отличаются друг от друга. Там куб может воспроизводить всё, к чему ранее прикасался. Тут же просто дроны могут восстанавливать сами себя и латать своё железное тело. Технология только похожа. И там, и там за этим стоят нанороботы. Похожесть Узи и Кири тоже нельзя отрицать. Обе заразились. Правда, одна страшным паразитом, а вторая безумной программой. Да если уж так посудить, любит Лиам маниакальных, жутких и в тот же момент милых женских персонажей. Сочетать с задротскими депрессовыми мальчиками. Вот это Ди из первого его аниматика. Давай разделимся. Вот это Корди из Клиффсайда. Кири из Куба и Ви из дронов. Не убедил? Вот это неуверенный в себе Клайд из Давай разделимся. Вот это шутник Вейлон из Клиффсайда. Макс из Куба и Энн из дронов. Все, просто все друг на друга похожи. Как внешне, так и внутренне. Просто Лиам делал куб, дабы обучиться раскадровке. А сюжет-то маломальский-то все-таки написал. Почему бы его не доделать и не воплотить в реальность? Только уже в более дорогом и масштабном проекте. Дронах-убийцах. Ну и если уж упороться, можно сказать, что все вселенные Лиама Викерса действительно связаны друг с другом. И все эти монстры и технологии продолжают жить еще со времен Клиффсайда. Там был конец 19 века. Появились эти монстры, Виндига и так далее. Потом 90-е годы, давай разделимся. Виндига уже совсем очеловечились и жрут людей, теперь притворившись в людей. Куб. Примерно 2030 год, судя по фотографии Кири на стене, где люди изобрели технологию будущего. Нано-кубы-паразиты. Возможно, воспользовавшись телом одного из древнейших монстров, Виндига, которые уже живут среди людей очень давно. А дроны-убийцы, это уже совсем будущее-будущее. Где люди уже научились летать на другие планеты вне нашей солнечной системы. И разработали Абсолют Солвер. Сердце для будущих дронов. Основываясь, возможно, на технологиях кубов-паразитов. Звучит как отличная теория. А вы что думаете на этот счет? Обязательно пишите в комментариях, будет интересно почитать. Хотел бы сказать отдельно спасибо всем моим дорогим бубустерам. А именно, импы. Ярослав Дьяченко, Валерий1707, Амори Блейн, Илья и Землятян Сайфер, Демоны, Хеллкэт, Санни Вер, Степа Волчаров, Трэйнс Лэндтрамп37, Роджер и Дима Дюханов, Асмодеи, Михаил Мазырин, Мистер Вальдемар, Лера Романенко, Асмур и, конечно же, красавчик Рутенкросс. И всем моим новым бубустерам тоже теплый привет передаю. По идее, новостной ролик должен был уже выйти. Поэтому всех новеньких категорически приветствую. Спасибо вам всем за поддержку, друзья. Ну а на этом всё. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать будущие разборчики. А я с вами не прощаюсь, друзья. Скоро увидимся.